А как мы будем? Вопросы с места. Есть микрофон. Есть микрофон. Можно есть микрофон. Залмай. Друзья, большое вам спасибо за то чудо, за ту радость, которую вы принесли в нашу сердцу. Можно пока букетик? У меня к вам вопрос. Вот. Мы все ищем встречи, да, с чистотой, со святостью. Ваши сердца встретили в поясе святогорца. Ну, только я отвечал уже на это. Ваша вот душа встретилась. А это к кому вопрос? К вам всем. А к кому первому? У кого все прекрасно видно. У них микрофон. Вы знаете, на самом деле, вот мне очень понравилось, как-то, как сказал режиссер наш, не так давно, но и смотрите, что, когда ему задали вопрос, были ли какие-то чудеса, вот, когда вы работали над этим фильмом, да, и так далее, что чувствовали в какое-то присутствии, там, старцы, может быть, что-то случалось такое, да. А вот, не был раз, как он ответил, он сказал, что, вы знаете, когда я работаю с этим фильмом, я чувствую присутствие старца своей жизни. А когда я отхожу немножко, я его не чувствую, его нет. И поэтому, знаете, наверное, вот, безусловно, встреча эта, она состоялась, она есть. И пока мы вот работаем с этим фильмом, пока мы смотрим его, вот, старец нами. И такое вот, знаете, такая суета, да, в жизни сейчас, гонка какая-то, работа, суета, да, мы никогда не успеваем толком помолиться. Ну, дай бог себе, кто-то из вас успевает, очень рада. Вот, я не успеваю. И мне вот эта работа, вот эта работа с фильмом, она заменяет молитву и общение со старцем. И я чувствую его присутствие в жизни, я чувствую помощь, я чувствую общение, и чему я очень рада, и ни за что не хочу, чтобы он меня оставил. Я думаю, что вот так же и вот все учения. Я повторяю слова режиссера. И меня прямо синилось, что да, это так, когда он это сказал, что пока мы с этим фильмом, старец нашей жизни. У меня прямо ощущение, что меня тут нет. Процитировали. Ну, я бы даже сказал жестче, что действительно, когда мы делали этот фильм, мне вот говорят, было присутствие. Я не знаю, мы когда делали, мы ничего не чувствовали. Зато, когда закончили делать, и начались обычные мерзкие такие проблемы, тогда мы почувствовали, что было присутствие. А вот сейчас как-то по-другому стало. Стало, ну, тяжелее реально. То есть вот, это может так показаться, что вот вы работаете на такие темы, и от этого у вас вот какой-то уровень, не знаю, там духовный уровень, поднимается, поднимается. А я вот не очень церковный человек, и я могу сказать, что я просто вот приблизился к церкви, я вот вам завидую, вам там легко, а я вот только туда иду еще. Поэтому мне, и вы знаете, мне кажется, что вот подобные фильмы снимать лучше вот людям, которые вот идут. Потому что люди, которые уже пришли, им зачем? Они уже, ну, то есть, понятно, что, наверное, надо. Но я так сбивче-то говорю, потому что это правда. И, конечно, да, вот для людей, которые не находят постоянную поддержку в церкви, да, то, когда такая работа заканчивается, становится тяжело. И было присутствие, было. А сейчас его меньше, меньше. Тяжело, тяжело. Ну, сейчас уже это нормально, потому что мы стали вот дальше делать. Вот. Так. Можно, можно. Ну, для меня, наверное, такое первое, может быть, знакомство, собственно говоря, посвенно, еще в Греции произошло, в начале 90-х. Вот. У меня было много друзей, которые, собственно говоря, у меня о нем рассказывали. И такая складывалась, в общем-то, как мне казалось, вполне ясная достаточно картина. Даже уже и во время книг много писалось в Греции, в общем-то. И удавалось их читать, что-то почитывать. Вот. Ну, на самом-то деле, когда совершенно неожиданно меня пригласили на этот проект, и я понял, что я вообще не имею представления об отце Паисе. Вот. И это все стало вдруг как-то кристаллизовываться, все проявляться. Вы знаете, как иногда еще старые эти печатные условияки, вот фотографии. Вроде кажется, что вот она. Вполне понятно, что там изображен человек. Но еще, на самом деле, ты не понимаешь, что это за изображение. И вот, по сути дела, наверное, только сейчас, вот, я понял, что он стал действительно живым человеком. То есть, вот это очень важное такое. То есть, это стал после вот длительного периода, наверное, близким, живым человеком, которого ты чувствуешь, которого ты стал, наверное, даже чувствовать как-то вот так. То есть, как бы семья, пусть это, может быть, громко звучит, но семья людей, близких людей начинает расширяться. Ну, наверное, это так. Хотя я понимаю, что здесь все это очень еще, каждый раз, с каждой новой серии столько всего вдруг узнаешь, и понимаешь, что там это все не имеет конца, это все бездомно, то есть, глубина личности этого человека, святого человека. Спасибо. Ну, а для меня, собственно говоря, вообще эта поездка, этот фильм был чудом. Это достаточно неожиданным. Я не участвовал в съемках предыдущих шести серий. Мы с Александром много-много лет назад вместе работали, он меня пригласил поработать на седьмой серии. Поэтому, в общем, для меня чудом означало до конца вся эта история была. Я не знал о стартспоисии до того, как начали снимать на седьмой серию. Я не смотрел предыдущие шести серий на тот момент. А это, собственно говоря, все, от начала до конца. Это было такое интересное погружение. Я впервые был на Афоне. В общем, это дорогого стоит, потому что на Афон вообще сложно попасть. Да, женщины невозможно, мужчины просто сложно туда попасть. Как верно Саш сказал, конечно же, когда ты работаешь, ты не находишься в каком-то экстазии, там, постоянно, да, религиозном. Ты работаешь, ты делаешь свою работу, ты делаешь фильмы. Поэтому, безусловно, нельзя говорить о том, что ты чувствовал что-то. Но однозначно точно можно сказать, что если ты хочешь почувствовать встречу с Паисием, ты просто обратись к нему за помощью. Если хочешь с ним пообщаться, просто скажи ему об этом. Я думаю, все получится. Я по пустякам стараюсь никого не беспокоить, поэтому тоже к Паисием не обращаюсь, а просто благодарю его за то, что дал возможность поработать на этом фильме. Здравствуйте. Первое, хочется благодарить эту съемочную группу за такой замечательный фильм. Хочется спросить... Да, да, да. Хочется спросить, сколько времени длилось съемки и какие вы ощутили изменения в себе и как вы ощущали молитву святого Паисием? И сколько сполченств было в съемочной группе? Ну, вы спрашиваете конкретно об этой серии или обо всем фильме? Обо всех. Обо всех. Мы начали работать в 2011 году, значит, сейчас 2016, давно. Еще до канонизации старца Паисием. Собственно, вот эту последнюю серию... Я думаю, что мы закончили съемки «Жития», сняли шесть серий. А эту серию необходимо оказалось снять, потому что прославление, значит, человек, который становится святым, святость – это тоже форма его жизни. И даже на иконах, когда мы смотрим на клеймы, где все «Жития» и «Святых» изображено, то там, правда, бачное гробом как-то заканчивается. Но прославление в данном случае – это тоже часть «Жития». И мы вот сняли эту серию. Василий, вот с самого начала, вот весь предварительный материал, который мы тогда сняли, в 2011 году, мы еще думали, почему... Я думаю, господи помилуй, почему мы так долго это переводим? Все переводим, уже месяц прошло. Это не потому, что он метрно работает там, потому что... Сколько там часов было перевода? Десятки часов. А батюшка говорит, я батюшке говорю, по-моему, мы делаем не 52-минутный фильм, а мне кажется, немножко побольше. Он говорит, ну, а что же вы столько работаете? Мы же долго, люди ждут, надо показывать. Я говорю, ну, там есть свидетельства, может, мы решим, какие свидетельства важны, какие не важны? Он говорит, не, не, все свидетельства важны, остались, ну, давайте все переводить. Вот. И вот Василий год работал, переводил, переводил, и мы так все выложили, и получилось там, я не помню, часов 12. Вот. И уже, я говорю, по-моему, мы сняли много серий. Батюшка говорит, ну, давайте сделаем все-таки одну. Как? Ну, давайте выберем какой-то кусочек вот его жизни, последние годы жизни. И отвезем на фон, покажем там старцам, чтобы они сказали, вы можете это снимать или не можете, потому что, что мы сами будем решать, потому что, может, плохое кино сегодня. Вот. И, в общем, ответный лист показали, и, ну, я вот рассказывал в другой раз, когда я здесь был, что они как-то, они даже, ну, тот человек, который смотрел, он не стал оценивать по Хлокину, он сразу стал говорить, ага, вот здесь вот, лучше вот так вот, вот этот вот человек, говорит, что он полицейский, а он не полицейский, вот этот человек, говорит, что он родственник старца, поиск, он не родственник, родители в одном месте жили, там, в Кападоке, потом это, то есть, мы так думаем, что все нормально, можно дальше делать. Ну, потом еще спросили, сколько серий делать, потому что мне же важно было. Вы спрашивали, какие изменения произошли, вот тут два, но я могу еще сказать, что я уверен, я абсолютно убежден, что изменения произошли с каждым из нас, что старец оказал на каждого из нас воздействие, причем необратимые изменения произошли, без всякого сомнения, но он сделал это так тактично, что мы это не почувствовали, еще пока точно не знаем. И ответить на ваш вопрос мы не знаем, потому что тогда мы должны проникнуть в свою будущую жизнь сознанием. Это все постепенно, постепенно происходит. Хотелось бы сказать, что, наверное, не произошли изменения, они происходят. Потому что вся наша жизнь, это наш путь, и я думаю, что старец нашей жизни для того, чтобы мы, может быть, хотелось бы надеяться, шли путем спасения, и он нас этим путем ведет. И, конечно, вы говорите, как бы мы сплотились в этой вот съемочной группе, знаете, было все. Вот все. Были и ссоры, были и обиды, вот все. Но дело в том, что, знаете, как-то так было интересно, мы все равно обиды до снижались. Такое впечатление было, что как будто по молитве старца все отходит очень быстро, моментально. В жизни в обычной так быстро все не проходит. Просто было даже удивительно. Вот это вот я считаю чудом. Вот это чудом. Потому что, когда ты знаешь себя, свой характер, как ты можешь зацепиться, а тут раз, и все прошло в течение там буквально нескольких минут. Вот это чудо. Мы ответили? Да, спасибо. Хорошо. Я вспомнил еще аппаратночек. Когда вот как раз это связано с тем, о чем говорил Александр только что, по поводу вот этого материала огромного количества, часы, 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 это сотни страниц получалось. В результате, когда первый раз мне дали этот материал просматривать, первое впечатление было, они замечательные, живые, просто наиживейшие истории, и каждая из них сама по себе уже, так сказать, значительно интереснее, чем любая, скажем, конечно, любая написанная книга, то есть это уже жемчужина сама по себе. Вот эти, те настоящие люди, которые что-то помнят, что-то знают, и подлинным свидетелем является какого-то большого, чего-то очень значимого. Но когда все это смотрел, я думал, вообще из этого может что-то получиться. То есть это такое количество материала. И вот потом я наблюдал этот процесс, когда вот уже из переведенных, когда выбиралось какой-то малый, казалось бы, даже аят про себя думал. А зачем он это? Потому что вот вроде более интересный какой-то фрагмент. Вот один кусочек, один фрагмент. Знаете, мозаика такая. Мозаика собиралась очень терпеливо, часами, днями, месяцами она собиралась. И вот это чудо рождения, действительно, очень интересного произведения, которое приковывает внимание с первой же минуты и до конца следишь. И совершенно оно новое. То есть оно даже несмотря на то, что помнишь какие-то вроде бы фрагменты, ты работал с ними, с этим фрагментом, все равно это рождение чего-то нового, чего-то большого и замечательного. Я хотел задать вопросы такого плана, на самом деле по переводу и переводчику, даже сказать. Но вопрос состоит из такой области, потому что связано, как ни странно, с сегодняшней серией, с фильмом, по неким сюжетам, я просто ну краткую историю объясню, что хочу сказать, это будет точнее и понятнее. Лет 20 назад, когда я по благосковению еще будучи сигналистом переводил одного монаха Сафона, приехавшего к нам в Россию, на острову Залитка Николаев, может быть, такой старец у нас знаменитый, ему неизвестно. И мне приходилось переводить ну по сути дела духовные вопросы монаха, который подвязывается на циклогере фон, ну близко даже, можно сказать, ну и с моим старцу, можно так сказать, потому что человек пришел со своими духовными личными проблемами, духовными личными вопросами и поверьте, было неимоверно трудно, не из-за того, что не знал как языковый вариант, скажем, тематику, потому что уже был на, скажем, последних курсах уже даже академия, может так сказать, духовный. А вопросы состояли духовного плана, что, поверьте, я говорю как раз из той области, что следующей ночи, которую я проводил, были реальные такие испытания, скажем, я назову это духовным искушением со стороны темных сил, которые мне пришлось предельно дружить к своему духовнику на помощь, скажем так, и, конечно же, если после этого я была, и много какие-то вопросов решал, хотя, поверьте, это, какого-то сказано, про любви, это, собственно, меня обогатило, иметь такой опыт, внутренний мир, монаха, подвижника, который интересовался духовным миром, и тем не менее, скажем так, сильно уязвлен, понимаете, кроме идет речь, а в этом фильме вы видели такие моменты, сцены, и это нужно было переводить, и нужно исследовать, и следовать не просто точности перевода, а все-таки передать мысли, передать, не хочу сказать, колорит, а всю глубину мысли, вот сталкивались с такими, ну, скажем, трудностями, или, можно сказать, испытаниями, или, ну, вот, можно сказать, из этой области, вот так, такой вопрос, понятен, да? Спасибо. Понятен. Но вопрос сложный, безусловно, и однозначно, что всякий перевод, как бы, даже удивительно, что литургические тексты переводились дословно, это до сих пор еще одно чувство, вот, потому что любой перевод, это, в любом случае, толкование, и ни один перевод не может подойти, возвыситься, хотя, конечно, сейчас, извините, отвлекаюсь, есть у нас и литература, и художественные примеры переводов, литература, как бы, он гениальный, не хуже, чем, например, вот, да, но здесь немножко другая ситуация, и случайно переводчики были толмачи, вот, то есть, это некая такая техническая, с одной стороны, сторона, с другой стороны, конечно, здесь далеко не технические вопросы, всегда переживаешь то, что очень сложно передать чувства, эмоции, безусловно, опять же, с технической стороны, об этом мучаешься, думаешь, но пытаешься как-то, не знаю, раствориться, как вот, собственно говоря, когда-то в свое время, ну, иконы же не подписываясь, например, да, здесь то же самое, здесь максимально нужно просто прочувствовать человека, если это вдруг удается, испытываешь это, как бы, контакт, общение, ты чувствуешь его, оно все само, ты забываешься, и просто все само укладывается, а бывает сидишь и мучаешься и вроде бы и понимаешь, что все не то, все не так, и все не подходит, и бывает даже элементарная фраза, которая совершенно обычная, сказанная как-то вскользь, и в ней по большому счету она проще любого сложного какого-то философского текста может быть, а не можешь, ее перевести и мучаешься, откладываешь ее, начинаешь заниматься чем-то другим, потом возвращаешься к ней, фраза такая, будничная, но в ней вся душа и вся глубина и чувство человека, поэтому, конечно, безусловно, это серьезный такой опыт и серьезные внутренние переживания, и каждый раз стараешься, понимаешь все равно, что всегда первоисточник, подлинник, всегда что-то неповторимое, самое достаточное, чтобы очень значимое. я должен сказать, что помимо Василия, еще над этим фильмом в большей степени работала переводчица Ксения Кримова, К сожалению, ее здесь нет сейчас, она бы вам более полно ответила на Ваш вопрос, поскольку, насколько я понимаю, Вы говорили о духовных трудностях, которые испытывал переводчик, и я знаю, что она испытывала такие трудности, я не буду рассказывать за нее, но я Вам могу сказать, что люди, которые работали на этом проекте на всех русских уровнях и в разное время, так или иначе испытывали какое-то давление, скажем так, может быть, искушение, но, во-первых, во время работы над этим фильмом за нас молилась вся троица Сергиева Лавра, весь монашеский корпус, определенный, я не знаю, как это происходило, но мне батюшка говорил, что это происходило, затем, значит, целый ряд греческих монастырей, значит, не в Сурати, в Сурати не очень хорошо относится к нашему фирму, а там вот есть монастырь Сатова Арсения, Кападокийского, есть еще целый ряд людей, вот, то есть мы чувствовали поддержку очень серьезную, как сказать, чувствовали, не чувствовали, она явно существовала, ну, это вот было очевидно совершенно, и при этом то, что мы все, ну, за исключением некоторых людей, не очень церковные люди, и для многих из нас это была именно работа, вот, и каждая работа, так сказать, по своей специальности, со своими, и решал в рамках этой работы свои некие отношения с гармонией, с постановкой кадров, с установкой ритма монтажа, с сочетанием музыки и, значит, изображений, вот, то есть это не была прямая какая-то духовная работа, ну, понимаете, о чем я говорю, вот, то мы, я так понял, что вот искушения, они были какие-то более последованные, скажем таки, другого характера, я не монах, и я поэтому, понимаете, я не могу проникнуть именно, так сказать, я, если считать полезствица, да, то я на минус 50-й ступень, вот. Просто каждому пасе искушений, вы такого, наверное, не выдержали, как у вас. Да. как вам кажется, вот многие люди, которые вот здесь вот находятся, они посмотрели весь фильм, для нас в этом фильме была очень важна тема, ну, я как сценарист, считаю ее важнейшим драматургическим моментом, это соотношение того, что старец, значит, теперь святой, преподобный, Боисий Святогорец всю жизнь стремился к уединению, всю жизнь стремился к общению с Богом по возможности прямому, а был вынужден общаться с таким образом, как мы с вами, и, значит, я читал его тексты, его слова, когда он боялся прославления, он боялся, что его сделают святым, вот, и, его, известная история, что, когда старец Боисий находился уже в Панагуде, в Каливе, да, в котором он жил, там, на Афоне, значит, к нему пришел к калитке, не входил в калитку, значит, старец Тихон, это уже было через несколько лет после его смерти старец Тихон, вот, это свидетельство людей, которые вот мы сейчас, мы собрали еще сейчас, такое же количество часов, для новых серий, и там открываются такие вещи, что прям, вот, так вот, старец Тихон, который уже почил, и крест его, значит, стоял там, рядом с его коллегой, он пришел к старцу Боисию и сказал, я вижу, ты принимаешь людей очень хорошо, то есть, даже такая поддержка была ему необходима, старец Боисий говорил о том, что, когда я умру, вы меня будут похоронить, а потом, бросьте кости во враг, значит, рядом с поселком Святой Пороске, вот как раз очень подходящий враг, вот туда его и бросить, вот, и сейчас, вот когда мы делали эту последнюю серию, для нас этот вопрос был сложный и не разрешен, потому что, конечно, мы видели большое количество икон, и даже неких кичей, которые начали делать, по почитанию старца Боисия достойный, вполне уважительный, вот, оно тоже происходило на разных уровнях, вот, и мне было, чисто мне, как человеку, который делает фильм, было трудно понять, вот, как нам это делать, нам о чем говорить, о, а потом, когда мы уже вошли в этот материал, я понял, что это все вопросы, вот эта вот, другатургия, она такая земная, она наша, она для того, чтобы нам было интереснее смотреть, вот, вот здесь есть конфликт, а там нет конфликтов, вот таких вот, на самом деле, а что я хотел нас спросить? если к нам случится, ну, собственно говоря, продолжение, и, видимо, наверное, то, что Саша хотел спросить у вас, вот, наверное, ваше мнение относительно того, что сам в себе факт прославления, он несколько противоречит пожеланиям самого Боисия, он еще очень скромным человеком, и, вот, собственно говоря, все вещи, которые сейчас Александр описал, он достаточно четко и ясно для его понять, что ему прославление точно не нужно, и, вики святых, он себя вообще никак не видит, и, раз его костя своих не трогать, ну, собственно говоря, будет против. Вот, а вот как Пулату легко говорить, а я... Какие у вас, собственно говоря, ощущения, было ли это правильным решением, то, что его, собственно говоря, не было воспринято людьми? Да? Да? Ну, не очень в курсе, собственно говоря, здесь вот уже прозвучал наш тоже великий старец, отец Николай Бурьянов, мне посчастливилось быть и знать его живым, он постоянно говорил «помолитесь по обнегрешным», то есть, ну, это, наверное, свойство любого святого человека, хотя там просто там человеком ним практически питал, поэтому дай Бог всем нам такого смирения, такой кротости и самопожертвования для людей. Я даже вот в этом, в контексте вопроса даже, простите, что у аудитории, даже прошу прощения, что хотелось бы, чтобы другие молодые люди или кто-то отвечал на этот вопрос, но уж позвольте, я немножко так скажу. Апостол Павел, когда свою пробу сделал, он так и говорил, что «вы знаете, я даже пытался не крестить вас, чтобы не сказали, что вы Павлова или Петрова или Богова, то есть подражайте мне, как я Христу». Вот Павел всегда говорил, что же ты для него полагаешься, то есть его просили принять в священник сам, он не хотел, чтобы вы его полагали, потому что боялся, что ну, не всегда будет священник он всегда на виду, он всегда как не то, что в народе, но часто действительно является водителем, то есть таким где-то водителем впереди, а вот Господь его все-таки к старческому служению все равно привел. И когда говорит апостол Павел, что наша вера подражательная, именно подражательная как я Христу, православная вера то есть является как раз подражательная. И Боисий Светогорец может сказать, теперь остался один из ну, тут вот он Христов, и мы подражаем ему, как он Христов. И Христос, конечно же, не может оставить тех, кто прославлял Господа без, ну, скажем, не то, что без славы, а именно мы так и говорим и поем «Дивен Бог во святых своих». И Господь прославляет именно тех, кто славу Божию открывал. старец Паисий именно в его житии, конечно же, мы по фильму и уже участвовали в этом, он всячески, не то, что всячески, он просто любил Христа, он, можно сказать, единение с Ним нашел. И так Господь уничижил себя же до Христа, до распятия, а он подражал ему. И, конечно, свое смирение, скажем, для нас не то, что недосягаемое, но призвание к святости, как и отец Афанасий, который в фильме говорил, что мы должны быть святыны, мы должны стремиться к святости. Отец Исидор на фоне церковной лавки, работают. он, то есть мы все должны стремиться к святости. она же первая подражает, но кому подражать, как раз такому старцу, как Паисий Тогорец. Более того, в фильме есть некоторые моменты о пророчестве. Хотел именно в этом консете рассказать. Чтобы понять до глубины души старца Паисия, скажем, нужно становиться таким же старцем, таким же святым, значит, мы все призваны к святости. Но святость как раз состоит в уничижении, в смирении, в распятии себя. И тогда Господь, конечно, пославляет. Но Он пошел тем путем, который Сам Господь показал. И поэтому нет здесь недопонимания или неправильности и Вашего суждения, что как это Он Сам хотел совсем отойти или можно сказать спрятаться, а Господь Вы прославил. Потому что Господь выявляет своих святых. То есть можно сказать, вы уже участвовали в промыслительном действии Божьем. И поверьте, это еще будет дальше уже открывать, обнажаться. Как? Мы не знаем. Но мы как раз являемся свидетелями чудо прославления святого и открытие каждому сердец. И здесь присущие наши залии, но я поверьте, хотелось бы даже спрятаться. Хотелось бы об этом кто-то другой сказал. Даже в контексте Вашего вопроса. Уж простите. Не знаю, ответил я Вам на Ваш вопрос, но так попытался Вам сказать. Пока у Вас микрофон, я еще одно сомнение которое в фильме есть. Насколько я понял из слов Исидора, он говорит, святость это не ну это то, надо стремиться, но это нормальное состояние для любого человека. То есть это на самом деле то, чем человек должен быть. То есть вот все живем в ненормальной состоянии. Быть святым это наоборот это вот так вот человек для этого и был создан и это вот быть бил вороной это ничего нет необычного сейчас вот стало что сейчас такое особое и он опирался на слова мы будьте святы как я свят это что дело в том что как раз апостол говорит что Вы род избранный людям Вы царство и священство Вы все призваны Вы соль земли то есть мы должны быть святыми в каждом из нас это есть то есть святость то есть можно сказать солонность вот это то что дает Господь в существовании что если все теряет солонность то есть ее выбрасывают а в нас должно быть и это есть поверьте вот в нас всех есть то есть у нас заложено и нам старец поисе это показал удивительно но как ни странно даже вашими трудами ваша работа поэтому огромное спасибо спасибо вы знаете чтобы продолжить тему я бы хотел сказать вот что у старца поисе ведь есть книги белые книги наверное многие из вас читали и знают вот и после того как сейчас мы экранизировали практически жития старца поисе который написал эрмонах Исак вот нам предложили экранизировать белые книги ну вот тут я сразу вспомнил про 100 серий вот и предложили первую книгу экранизировать о семейной жизни и когда мы начали это делать то выяснилось что мы делаем вот сейчас мы этим занимаемся что мы делаем кино на совершенно банальную тему то есть там я даже подумал что наверное не интересно будет там ну сказано как надо строить семью что там сперва надо там диплом получить потом детей рожать что ну какие-то такие простые вещи которые любой бабушка и дедушка вот вроде должен своему там внуку или там возрастающему какому-то там сыну значит рассказать это обычная история а как и оказалось потом я поговорил с другими людьми что мы делаем какое-то сверхавангардное вообще кино просто новаторское просто потому что во-первых о том как строить семью нормально значит больше нигде не рассказывают и по телевидению не показывают в интернете ничего про это не найдете вот ну там правда показывают как не надо это делать вот в больших количествах в любых вот а здесь вот для обычного молодого человека просто рассказать что надо вот так делать вот так вот так вот так значит ведь каждый человек который думает о том как им устроить свою жизнь как найти себе супруга девушка мечтает о каком-то молодом человеке они имеют в голове просто видимо интуитивно нормальный нормальный образ как это делать они включают телевизор там что-то ничего не подтверждает этот нормальный образ они спрашивают и родители и очень часто и родители не подтверждают вот и а тут вот вдруг сделаем фильм там будет подтверждение вот но меня это удивило потому что когда речь заходит о норме о том как быть человеку нормальным и вот это оказывается что-то очень необычное вот депельвертыш вдруг произошел в мире вот и в сознании людей вот но я только это понял и там мы начали работать над этим вот такая работа началась что-то я рад здесь неожиданно заметил слушая Александра что он сам в общем-то отвечает и на свой предыдущий вопрос потому что по сути конечно для старца поисия наверное это может быть и не нужно было но это нужно это нужно фильм о святости это нужно тем кто живет поэтому здесь поэтому это так важно все дайте зрителям микрофон пускай вот знаете признак святости может быть еще то что если поиси святогорец во успении не оставляет нас молитвах наверное может быть и это тоже признак святости и вы знаете еще вот я хочу подтвердить да мы действительно в сложные времена живем когда нормальность является каким-то сокровищем и главное чтобы вот ваши фильмы не стали каким-то брендом главное чтобы они вот всегда оставались про что-то глубокое и про духовный путь что-то не стало чем-то таким ну пока мы их делаем не станут я хотела вас поблагодарить всех низко кланяюсь каждому из вас которые сделали такой потрясающий фильм на самом деле я очень волнуюсь но честно на меня вот эти все четвертый раз мы приходим ну чтобы увидеть мою серию смерт да весь цикл и я просто поражена тому что это действительно вы достигли такого какого-то благодатной какого-то состояния благодатной молитвы что ли когда ты смотришь этот фильм это вот какое-то чувство знаете когда в этом зале находишься и какое-то действительно живое присутствие и Парисе и я благодарна каждому из вас помоги вам всем Господь и дальше творить какие-то добрые дела и спасибо тем кто за вас так молился потому что и сам Парисе конечно же был с вами но для меня это какое-то очень благодатное чувство и честно говоря выходя из зала очень грустно потому что ты понимаешь что вот она опять суета возня вот это вот какая-то ерунда житей здесь вот присутствие Божье через вот именно самого старца Парисе спаси сохрани вас всех Господь и дай Бог вам чтобы все получалось и чтобы со всеми сушениями вы представлялись и чтобы вы делали такое только для большего количества людей чтобы собирались огромные залы и чтобы у всех была жажда такое видеть и вот жить вот этим посесть совершенно и воскресенье хотела тоже дополнить вы заговорили о таком благодатном состоянии вы смотрите фильм да для меня было таким открытием просто было резкое такое состояние немножко как-то раздраженное и я вдруг села смотреть в зал не в этом другом зале фильм и оно просто моментально прошло и я поняла просто почувствовала что с крана идет благодать ты просто совершенно меняешься просто состояние просто внутренне совершенно меняется ты становишься радостным и у тебя прекрасное настроение и вот ты чувствуешь что просто причины внешние этому нет причина льется с экрана и вот я понимаю что общение вот оно в чем состоится с старцем повисим то есть ты не замечаешь тот момент когда ты смотришь или когда ты работаешь с этим а просто потом когда ты выходишь в эту жизнь нашу ты понимаешь что в тебе что-то изменилось ты другой ты уже не реагируешь на эти все внешние раздражители тебе просто как-то благодарны хорошо поэтому прям хочется всем сказать смотрите дома фильм включайте если вас что-то беспокоит волнует тревожит включите вот все пройдет ну диски на самом деле уже есть были в продаже и в интернете на ютубе выложен вот фильм если у вас есть возможность посмотреть если нет то сейчас у нас немножко закончился тираж буквально через недельки две будет покупать у нас много Сретенский монастырь Новоспасский Лавра тоже в Лавре кстати может быть даже и сейчас Сретенский Новоспасский Спасский было еще обсуждение на канале Спас отец Киприан приходил на канале Спас шесть у нас в одном комплекте седьмое отдельно идет через пару недель где-то будет в Сретенском Новоспасске Микрутура еще была тоже да мне даже совет рекомендую как лекарство ходила весь цикл передачи на канале Спас Дорогие авторы больше всего мне здесь ну не знаю восхищает не то слово мне нравится и я думаю в степени моего поколения мне нравится что фильм сделан поколением наших детей и это самое ценное понимаете не мы одни там то поколение а уже поколение тридцатилетних у которых есть свои дети сорокалетних они несут несут и несут это понимание и они его действительно истинно доносят и оно становится сутью их жизни и их честно сказать вашим служением вот за ваше служение которое видно видно и результатом вашей работы вам низкий поклон батюшка благодарит я хотела бы сказать что мы фильм показываем уже второй раз и меня очень радует что с каждым разом все больше больше приходит людей и для себя например я видел что фильм можно смотреть ни один раз ни два ни три и каждый раз открывает что-то новое у меня вопрос когда будет готова восьмая серия ну все это не планы мы сейчас работаем значит вот эту необходимость экранизировать книгу старца Паисия которая называется слова семейная жизнь она там если вы не читали книгу я скажу что там практически рассказывается об отношении старца к всем граням человеческой жизни всем всем моментам человеческой жизни начиная вот поиск значит спутника жизни рождения ребенка воспитания и даже заканчивая там болезни искушения и заканчивая значит смертью и послесмертным существованием вот огромная книга в которой есть ответы так сказать на все бытовые вопросы там они скажем больше хотя там есть большая духовная часть вот оказалось что такая книга я не могу не может уместиться в одну там восьмую серию просто нереально я не стал даже делать вот поэтому восьмая серия у нас будет посвящена созданию крепкой семьи девятая серия значит рождение ребенка значит десятая серия значит родительской опеки начало жизни человека и так постепенно постепенно мы эту книгу рекомендируем я думаю что будет серия десять на начале вот а сейчас мы делаем сразу три серии кто спросил я спросила потому что мне надо планировать да 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 значит и вот мы три серии выпустим их ну к марту может быть даже к февралью вот так вот потому что видите в чем дело идет набор материала на всю книгу но мы решили все-таки по три серии выпускать не выпустить сразу прям много вот а выпустить первые и надо и на фоне их надо показать и людям надо показать потому что мы что-то не то знаем просто мне сегодня спрашивали пришла женщина которая узнала вот только сейчас об этом показе на предыдущих показах не была я спросила когда же будут повторять я думаю что когда выйдут вот эти новые три серии мы все равно наверное покажем опять начиная с самого начала фильмы и наверно я надеюсь соберем не меньше зал ну к сожалению время наше закончилось уже мы немножко даже его перебрали мы еще раз огромное спасибо 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 за то что вы имеете возможность собраться людям и вот вместе посмотреть не ну не какой-то американский ужас да и побояться там испугаться там или возненавидеть кого-то озлобиться а просто спокойно вместе посидеть и почувствовать доброе вот это сидеть и чувствовать вместе это совершенно особое ощущение вот даже для меня вот я этот фильм делал то есть я посмотрел вот и вот я сидел и мне вот очень приятно было находиться вместе со всеми вами потому что я чувствовал какие-то ощущения которые не отъединяли меня от вас я не чувствовал себя одним человеком а вот мы были все вместе вот в этот киносеанс и вам за это спасибо и вам огромное спасибо спасибо всем большое просто хочу сказать вам большое спасибо это крайне редкая ситуация когда удается увидеть зрители собственного фильма это правда и редкость спасибо спасибо почесть